Я проходки еще сделаю. Я проходил. Я проходил. Сегодня я хочу вам рассказать про своего друга Корябыч. На самом деле его зовут Серега. Серега Зворыгин. Друзья музыканты называют Корябыч. Кличка эта к нему приклеилась с молодости. Еще когда он играл в группе «Злые языки». Почему его так стали звать, никто точно не помнит. Возможно, потому что он так здорово корябает своими длинными пальцами по басовым струнам. Но сегодня я расскажу, что еще он умеет делать своими руками, кроме как играть на музыкальных инструментах. А умеет он еще делать глюкофоны. Такие инопланетные, загадочные, перкуссионные чаши. Если кто еще не знает, что это такое, смотрите. Итак, Корябыч и его глюкофоны. 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 Так, всем привет! Сегодня на балконе мы с Сереженькой поговорим немножко о таких интересных вещах о таких интересных инструментах, как глюкофоны Сережа, скажи кто первый изобрел глюкофон? Ой, американец какой-то Ну, там Фелли Вега его звали, по-моему, да? Да нет И Денис Хавленович Это, может быть, и про Хан говоришь? Я говорю про то, что сначала сделали баллон Ты помнишь, ты мне ко мне как-то на дачу приехал и притаранил баллон Ну, мы с тобой вместе притаранили А вот как раз у этого, у Фелли Вега Он был такой Вообще там запутанная история Он был такой, то есть, вот здесь не было ничего А, ну, как бы, на самом баллоне вот здесь вот вывязано туда Он на нем играл Я даже видео видел Может, потом вставим Вообще, глюкофоны типа это Есть такой инструмент Ханк На Молодой Ханк молодой Все молодой Инструмент относительно Но он в 2000-х был придуман И, в общем, когда он появился Появился ажиотаж на него Потому что инструмент очень хороший И, как бы, в очередь люди Многокилометровую, многогодовую за ними становились И один американец, вроде как Чтобы не стоять в очереди Ну, ему сказали Через полтора года получишь Ханк Он начал экспериментировать И с баллоном, в общем Начал вырезать всяческие эти штуки И вот, в общем, допер до того Что можно лепестки вырезать И он будет звучать А вот это все уже модификации идут Ну, я скажу, насколько понял Что сначала лепестки вот здесь вот вырезались На торце баллона А потом вот перенесли Ну, если не торце, а на самом баллоне А потом перенесли на торец Этого я тебе не могу сказать Ну, понятно, ясно А скажи мне, почему именно глюкофон? Кстати, ты знаешь, почему, да, глюкофон называется? Ну, подумай, почему Может, как-то людей глючит Все говорят, да Глючит, глючит, да Вообще, глюк, это же по немецки счастье А, слушай, я читал эту штуку, да На немецком это счастье И типа вот Как бы это вот все метамфизировалось Да, и его же еще по-разному там называют Все-таки разное При том, что даже как-то танк называют Какой-то танк Ну, там вариации Потому что танк это типа как баллон Вариаций, вариаций много Ясно Ну, то есть он же настраивается У него настройка в каких вообще тональностях Он в двух тональностях, в трех Я вот вообще слышал, что вообще в любых можно Ну, нет, у него есть пределы по нижним и по верхним нотам А, ну, в смысле, диапазон предела есть, да? Типа две октавы у него А, две октавы А, в смысле, вот Можно там еще третью Ты как говоришь, что он в ми бывает, в ре бывает, да? У тебя? Ты делаешь? Во всяких бывает Ну, ты во каких делаешь? В основном только в ля В ля? В основном только в ля Почему? Ну, не знаю, нравится он мне Ну, а скажи, почему вот, кстати, почему именно глюкофон ты решил? Как ты вообще пришла тогда в голову? То есть ты стоял тоже в очередь за ним и решил сам сделать? Нет, я сидел в интернете И какой-то парень объяснил, как там было видео, небольшое совсем, как сделать глюкофон Сереженька, живущий в дремучей глухой Сибири Ну, конечно, откуда он мог это знать, что глюкофон из-за древних? В Подмосковье! Ну, а в России тем временем набирает популярность глюкофон Нет, это не новый вид наркотиков Глюкофон – это музыкальный инструмент, который изобрели в Подмосковье Правда, от игры на нем создается впечатление, что ты попадаешь в другое измерение Вот кто бы мог подумать, что волшебные звуки появляются из обычных газовых баллонов Диана Сирози отправилась в мастерскую глюкофонов и даже сама сыграла на необычном барабане Невесомые звуки за считанные секунды окутывают всю комнату Пальцы Александра виртуозно летают над новым изобретением 21 века Ну, впервые, когда я на нем заиграл, люди, которые услышали, как он звучит, все разом сказали – да это глюкофон Но рода начальника глюкофонов расстраивает одно – пока о его изобретении мало кто знает А ведь это уникальный инструмент Глюкофон-то изобрели нифига ни в Швейцарии, ни в Америке Не было никаких там очередей или еще чего-то за ним Там ханков и всего подобного Глюкофон-то изобрели в Подмосковье Он способствует знакомству с очень разносторонними людьми Также притягивает противоположный пол А еще считается, что эти звуки полезны для здоровья и отлично подходят для медитации А главная мечта Александра – превратить инструмент в культурное достояние нашей страны Диана Сирази, Дмитрий Филиппов, новости 360 А золотиться уже мог бы? Нет, по России опустил Теперь каждый россиянин знает, что глюкофон сделали в Подмосковье Я начал рассказать, что такое глюкофон? Вообще до этого не разумеется Хоп, эти картинки там, вот эти все, оказывается, все это звучит и красиво выглядит Я загорелся Нет, ну мы как бы начал узнавать технологию Там из баллонов сначала делал Ну, ты сильно-то не рассказывай людям, а то сейчас все начнут делать, да? Это не секрет вообще? Видео свободно гуляет, их целая куча уже Это когда я начинал, там надо было по крупицам собирать Нет, но все равно вот такие вот, что вот эти вот штуки у тебя все красивые Конечно, это я уже... Это авторская Это я молодец, да? Вот и дай мне еще, я покажу людям Это у нас пом Это там видно вообще, нет? Пом Пом, видно, видно Это пом А, ну это был риньяль, да? Собственно говоря Вот такие вот рисуночки Они... Они из рисуночков по-разному звучат, да? Ну, конечно Чем волшебнее рисуночек, тем волшебнее звук Они еще свеженькие такие Вот это Будда, да? Да Видно все? Видно, видно Да Это Будда А кто еще там? Ну и ладно Там, далеко стоит Далеко стоит Далеко стоит Все понятно Ну, а вот Я уже понимаю, как тебя совместить с басом Это удалось Просто, ну, потому что ты же изначально на басу Так правильно, на басе или на басу? Ем колбасу, да? Я бегаю на басу, ем колбасу Ну, все понятно То есть, изначально ты на басу играл И решил вот это все совместить, да? Ну, конечно, да Ну, понятно Ну, классенько Ну, то есть, и вот сейчас Серега у нас берет Циклит, как бы, какие-то кусочки В петли В петли, да И потом под них играет Ну, понятно Ну, а скажи вообще Вот много у нас Вот у нас в Новосибирске Многие хотят себе Приобрести вот такое чудо Не многие А играть не умеют Да, у нас это связано С территориальной расположенностью города Скажем, в Москве больше трафик В Питере больше трафик Вообще, в европейской части Он больше Вот даже если Екатеринбург брать То значительно больше Может быть, там, раз в пять А здесь, как бы, уже Отсечка идет У нас вообще Народ какой-то странный, да? По уральским горам По уральским горам Отсечка Так В Иркутске вообще Их нет, говорят Да? Может, надо за Иркутску А, если они там не нужны? Ну, как бы, непонятно Нужны ли они там или не нужны Уральским горам Не, на красный Не, на обрезы потом уже будет, да? Ну, конечно Серега! Ну А, вот с этого слова Серега! Серега! И начинается Сдивить 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 Серега, ну, я хочу, что ты показал Как это все звучит, на самом деле А я с тобой немножко поджемлю тут, да? То тут стукнул То тут взякнул Хорошо? Даю Сейчас опять петли пишут У меня такие штуки есть Всякие Большой басовой Как, как звучит? Тю-тю-тю-тю-тю-тю Палочка Это уже можно... Депе, ты все свои записал? Ну, покажи Мастер-классно Давай я подержу Выключи только я Мастер-классно 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 Я хочу понять, какое лучшее 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 Ну давай поиграешь еще Вот я знаю, что новосудок На верхних струнках Вот это все играешь Ну ты поиграешь на этом Но у меня, к сожалению, не так удар поставлен, как у Пережи Надо практиковать больше Интересно, они отличаются вообще по звуку? Ну-ка Твой-то лучше, наверное Это все мои Я имею в виду Нет, теперь это мои, на которых я играл Ну конечно, он у тебя лучше был Поэтому и звучит лучше Ну а скажи, пожалуйста Вообще тяжело вот это сделать? Тяжело вот это сделать? Ты же сам это все делаешь Тяжело это сделать? Конечно Он же золотой? Конечно Ну просто Естественно Ну Тяжело? Естественно тяжело Тяжело Ну а Смотря как умеешь варить Как обрабатывать металл Умеешь Ну вот на восемнадцатый год На ноябрь восемнадцатого года Сколько вот это стоит? Ну примерно Ну примерно Ценовая категория Это десять тысяч Десять тысяч, да? Угу Ну ясно Ну то есть я не знаю То есть ну вот Ну то есть ты так оценишь Ты так оценишь свою работу плюс материал, да? Вообще мне кажется десять тысяч недорого, да? Если тяжело делать Ну конечно тяжело делать Нет, нет, ну я Ну не каждый возьмет сделает, да? Человек просто сразу Таким Еще надо же лепестки как-то настроить Таких дураков я всего два в городе встретил В городе, да Я видел глюкофоны продаются на Алтая Но они поменьше Они не такие шикарные И они тоже стоят десятку Но они такие маленькие Вот Это у тебя были синенькие Нет? Уже нет у тебя, да? Вон там, да Такого О, да, покажи вот этот глюкофон Это не надо показать Не надо Спасибо Не, ну такие маленькие глюкофончики Просто одноцветные Без вот этих всех Как бы безвязей Без вот этой всей Я видел на Алтае Вот таких вообще на Алтае Честно говоря не видел Поэтому я наверное На видео дам описание Ну в смысле ссылку на твою страничку Чтобы люди могли, как бы, да? Не на Алтае купить его за 40 тысяч, да? А у нас в Сибири Могли его купить за 10 Всего за 10 О, какая бодяга В елке Она даже не влезет Сережа, как это называется? Скажи Диджей Реду Как? Диджей Реду Диджей? Диджей Реду А А вот это как называется? Тоже диджей Реду Тоже диджей Реду Только деревянная, да? К하�ん К comum Так слоны Самок зазывает В Африке Да? Если прибежит, никуда же у нас Самки не приберут На улице зима Самки слонов не берут Самые стеснительные в мире Глюкофончики Да, покажи нам еще какую-нибудь технику Палочками покажи, пожалуйста Потому что Пойдем, пойдем, пойдем Субтитры сделал DimaTorzok А как этот ящик называется? В нем же струна какая-то, да? Это придумали испанские моряки? Не, да может мне не испанский надо, кстати, загуглить Ну, короче, ребята, вот здесь он пониже звучит А здесь повыше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ладно, вот человек купил глюкофон, да? Принес его себе домой Как ему научиться на нем играть? Зайти в мою группу и посмотреть, как на нем научиться играть Ссылка на группу ниже видео Там небольшие видео уроки есть, как извлекать звук Потому что вот у тебя как-то руки раз, да, поставлено, мне прям приходится с головы стать Конечно, это надо потренироваться просто Конечно, да? С вами был Сергей Зварыгин Самый главный глюкофончик Как звучит? Как сказал этот глюкофонер Глюкофонер, да Два моих глюкофонера, басюга в нашем городе Умак очень хороший друг Ну и с вами был Дмитрий Васильевич Подписывайтесь Подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok